То ты уже перестроился? Да, уже перестроился. Да, это сколько? Уже 7 дней прошло? Да, уже неделя прошла, да. Будет неделя? Нет, была неделя. Да, уже вторая неделя прошла. Да, ты в этом году вторую поездку уже ездил? Да, уже вторая поездка была. Когда я услышал, что ты поехал в Украину строить, я такой, я думаю, ну это не время, как-то бы то, что там происходит. Да, ну я даже и не собирался ехать, и просто такая нужда вышла, что вот есть место, где нужно построить, и нету людей, и обратились к нашей бригаде. Мы уже начали, что ли? Слушай, я сейчас в студии. Могу произвести попозже? Брат Ваня, вот только что ты проехал с Украины. Я знал об этом месте уже несколько лет, возможно, 5 лет, куда ты ездил. Там большое пробуждение было. Много туда ездили, на интернете смотрел видео, как там несколько десяток молодежи принимало водное крещение. И вот ты туда поехал на стройку дома молитвы. Я не смог не сдержаться, чтобы пригласить тебя и поговорить вместе. Расскажи, как ты туда попал? Спасибо большое за приглашение. Вообще, это уже вторая поездка в этом году, и опять же, это была вторая поездка к цыганам. Вот, как-то вот этот год прям у нас было такое направление благовестия к цыганам. Значит, первая поездка была в Болгарию. Мы сделали там строительство молитвенного дома. Вот, там одна церковь закупила место и попросили помочь. И мы отозвались, мы ездили туда, где-то нас 12 человек было. Вот, и сделали, что планировали. Очень всё благословенно было. Большое свидетельство для людей окружающих, это было, что люди приехали откуда-то с другого места, оставили время своё, детей, семьи. Вот, ну, и буквально вот я вернулся полторы недели назад, с другого места, это Украина, город Королёво. Там немножко другое, другие цыгане, они живут табором. Вот, и также там была нужда в строительстве. К нам обратилась миссия из Германии и попросила, если мы можем как волонтёры съездить и построить. Я хочу сказать, что это была очень такая сложная стройка, из-за всех которых я был. Сколько стройок ты уже присутствовал? Ну, первый раз я поехал в поездку, это было 10 лет назад. 2013 год, это была Россия. И были очень большие сомнения, потому что ни разу не ездил, брат приглашал, говорит, поехали, поехали, и был. Ну, у меня семья, дети, работа, и очень трудно вырваться с этого. И в один день он встретил меня на собрании и говорит, ну, ты едешь или нет? Я говорю, ну, поеду. И вот я решил поехать. Я хочу сказать, что очень большие благословения испытал именно в поездки и после поездки. Так что ни о чём было переживать. Мы должны просто доверять Богу и Бог позаботиться. То есть, 5, 10 лет подряд уже? Да, 10 лет подряд мы делаем поездки. Одна поездка, это где-то в страны нашего Советского Союза, да, как мы откуда вернулись. Это либо Казахстан, Украина, Россия. Также мы ещё совершаем поездки в Мексику. У нас есть братья, мексиканцы, баптисты, которые тоже имеют нужду в этом. Мы стараемся подключать молодёжь с нами, потому что им намного проще сюда, в Мексику, поехать. То, что вы поехали к цыганам строить, так как ты уже сказал, немножко это необычные люди, необычное обстоятельство, необычная стройка, да. Вот эти люди, расскажи немножко о них. Ну, значит, мы приехали в Королёво, это место, где живёт три табора. Они располагаются, вот целая улица домов, и вот там живут только одни цыгане. Вот на одной улице живут цыгане одного родства табор, на другой улице живут другие цыгане. Что очень нас поразило, о том, что они очень общительные все. И когда ты находишься там с ними, ты даже себя чувствуешь, что ты как-то их, знаешь, и как-то ты не боишься, что это цыгане, потому что у нас раньше в детстве там пугали, да, ими. Но на самом деле они очень хорошие, приветливые люди, особенно дети. Ты когда идёшь по улице, мы жили на соседней улице, а стройка была на другой улице. Мы когда шли, все дети выбегают и здороваются. Говорят, привет, руку тянут. Такие есть разные, грязненькие, чумазенькие, они целый день там на улице. И мы приехали к брату нашему, его зовут Иосиф. И когда он увидел, что мы прибыли на то место, и он захотел совершить молитву, то, что вот это сильно меня коснулось в этот день, он молился и со слезами благодарил Бога о том, что Бог не оставляет его и посылает всё необходимое для того, чтобы это совершилось. Это было очень приятно видеть, что человек так ревностно подходит, и его дух воспламенел, и он говорит, что это очень хорошее свидетельство для окружающих людей. И я ещё раз убеждаюсь, что когда человек, например, говорит, что ну зачем ехать, я там могу дать деньги, они сами построят. Но нет, ты просто делаешь в первую очередь для себя и для того, чтобы Бог прославился в этом. И ты получаешь благословение. Вот, кстати, вот эта поездка была, она немножко другая. И она была одна из самых сложных поездок, потому что мы делали здание из кирпича. Это второй раз, когда мне пришлось сложить кирпич. Один раз мы это делали в Мексике, строили братьям дом, и сейчас второй раз. Мы работали до позднего вечера, потому что была ещё сильная жара, и не очень много опыта, чтобы делать кладку, но Бог дал мудрости и умения, и слава Богу, здание стоит. Да, слава Богу. Как вас приняли циане, как там, там есть христиане, мы уже немножко знаем, да, и ну как они приняли, там не все христиане, вы в их территорию ворвались вот так. Как это было? Ну, на самом деле мы не видели очень много участвующих от церкви. Там приходили молодые братья, ну, насколько я понимаю, что у них большие семьи, у них очень много забот, вот. Но всё равно братья приходили, некоторые помогали нам таскать цемент, заливать это всё. И они очень желали, чтобы мы посетили собрание, вот. Ну, у нас как-то не получалось, но всё-таки мы нашли в один день и посетили. Они были очень рады нас видеть, и это было для меня очень такое яркое собрание. Они любят очень красиво одеваться, ярко, блестяще, очень много детей. Эта церковь имеет 1300 членов церкви. Какой дом молитвы тогда строили? Ну, мы строили... В другом месте. Да, в другом месте это будет... Это здание будет служить для цыган. Там будет происходить беседы, там будут происходить общения какие-то небольшие. Там будет... При этом здании будет пекарня, там будет швейный цех. Это всё будет направлено для благовестия и занятости членов церкви. То есть где-то это здание, которое вы строили рядом с домом молитвы, или это в других районах? Нет, это буквально, наверное, если идти пешком минут 7, на машине 3-4 минуты. Они имеют поселение на краю города. И 3-4 последних улицы это их место. А вот то, где они сейчас собираются, это и здание такое большое. Да, да, совершенно верно. Это их небольшое здание. И у них на улице очень большое покрытие, крыша. Они там тоже проводят служение летом, когда не помещаются. А когда вот такое большое пробужение началось с рейтсиана? До молитвы, когда большое такое построили? Это же не так давно, да? Ну, нет. Я с Иосифом разговаривал. Он говорил, Иосиф это пастор церкви. Местный. Местный, да. Цыган. Да, цыган. И они имеют очень большую историю. Они где-то, я не знаю, лет, наверное, 45 уже имеют. Ого. Да, это очень давно. Ну, мы для нас более явно было вот совсем несколько лет, как там большое было пробуждение. И мне казалось, как-то бы оттуда и началось. Но ты, как видишь ты, вот люди, вот нам мы, обычные христиане, мы дружим с ним или нет? Вот, когда вы ехали, где-то говорили, как обращались люди к тебе? Ну, ты имеешь в виду именно там? Там есть? Там, да. Они, я говорил, что они очень приветливы. То есть, мы христиане не цыганы, приветливы и с цыганами. Вот христиане имеем как-то, какие-то общие сужения. Абсолютно, абсолютно. Если мы, братья и сёстры, ты не видишь никакой разницы. Какой бы национальности он ни был, ты его принимаешь как брат или твой брат или сестра. То есть, нету там вот каких-то делов. Абсолютно нет. Абсолютно, да. Расскажи, как стройка происходила. Вот встаёте вы утром, днём. Ваша команда была сколько людей? А наша команда была 8 человек. И мы начинали строительство с раннего утра. Ну, как раннее. Там по местному вообще у них, они имеют разный часовой поезд с Киевом. Да. И у них местное время своё, а цыгане имеют своё время, другое. И ты, когда с ними договариваешься, в какое время быть, ты должен уточнить, я буду по-киевскому или по-местному, или по-цыганскому. Цыганскому, да. И, кстати, мы пришли на первый раз на брекфаст утром, сестра должна была приготовить, и мы пришли на час раньше. Она говорит, о, а что вы пришли? Мы говорим, ну вот, брекфаст, время столько. Нет, нет. Вам нужно было, говорит, приходить по местному времени, а мы по-киевскому пришли. А цыгане приходили на работу по-своему времени. Насколько это время отстаёт? На час? Киевское время на один час вперёд местного, а цыгане ещё на два часа отстаёт. Если киевское восемь, то по-ихнему десять часов. Вау. И получается, вы пораньше приходили, или на всё на сентябре? Ну, на второй день мы уже выучили, по какому времени нам приходить, и, да, наш день начинался с молитвы, чтения слова, потом мы завтракали и пешочком отправлялись на работу. Если вот брат, который, возможно, нас смотрит и думает, хотел бы поехать, да, вот хотел бы поехать, вы едете вот на сколько дней? Ну, всегда, всегда есть план, что нужно сделать. Если это здание деревянное, то там немножко времени меньше нужно. Да, всегда есть нужда в братьях, все, которые желают поехать, они всегда могут подойти, обратиться, и мы будем оповещать. Вы должны знать, как пользоваться инструментом? Нет, не обязательно, не обязательно. Например, есть один брат такой, да, который с нами поехал, ему было 16 лет, и он первый раз поехал с нами, но он ничего не мог, но хотя бы мог поднести, подмести, вот, но на следующий год он уже возмужавший, опять поехал, и это уже его четвертая поездка с нами, хоть он и живет в другом городе, но он всегда желает ездить. И еще с нами один брат поехал первый раз, Сергей, с нашей церкви спасения, он тоже долго собирался, и наконец-то он решился. И вот сидим мы в один день, уже где-то дня 3-4 отработали, я прям смотрю на него, он сидит, ему жарко, знаешь, он кирпичи таскал, и сидит и говорит, если, говорит, еще раз поедете, зовите меня опять. Вау. Да, так что человек устает, но мысленно он отдыхает, ты отключаешься и от этой жизни здесь в Америке, и ты полностью настроен там. Наверное, это пока не попробуешь, не поймешь, потому что я же понимаю, что такое физический труд, и работаешь много, приблизительно в день, поскольку, до 10 часов. 10 часов минимум, да. Это работаешь, ну, никто не платит, куда-то едешь, вы, скорее всего, и на дорогу финансы собираете. Как вы те финансы берете, чтобы поехать? Ну, финансы мы оплачиваем сами, свой билет, ты покупаешь сам, и иногда мы делаем фан-рейзинг, чтобы иметь какие-то дополнительные средства, ну, там, за проживание заплатить, за пищу, которую мы там нужно. Есть иногда какие-то нужды, мы видим и смотрим, если человек приходит на стройку, и мы видим, что у него какая-то нужда, мы помогаем. Например, в этой поездке мы увидели человека, его зовут Василий, он неверующий, у него в семье там сложно, да, и он приходил, помогал нам на стройке, и я у него спросил, чем ты занимаешься, как ты зарабатываешь на жизнь? Он говорит, ну, вот я иногда там на велосипеде привожу там картошку, лук с базара, я говорю, а что у тебя за велосипед? Ну, сейчас у меня его нет, он поломался. Я так думаю, хорошо, как бы, есть где послужить, и вот мы приобрели ему велосипед, и когда мы ему дарили, он прям боялся дотронуться до него, для него это было такое, драгоценность такая, что он аж, мы увидели даже слезы на глазах, он был рад, мы ему подарили новый велосипед. Наверное, таких, наверное, много свидетельств разных, в разных поездках. Ну, вот я пытаюсь проникнуться этой мысли, я тоже в служении, некоторой поездкой бы ездил, не ездил по строительству, но вот, если вы слышите, что брат, уже сколько дом молитвы? За 10 лет вы минимум по два раза где-то ездили, да? Да, где-то по два раза ездили. Уже где-то 20, участвовал 20 домов молитвы, строительства, да? Да, совершенно верно. Мы, как бы, выполняем определенную работу, мы, может быть, не до конца подключили, а мы выполним каркасную работу, крышу, окна, электрику, изоляцию, штукатурку. Потом на следующий год приезжает, или какая-то другая обычно другая бригада, которая приезжает, именно кто занимается такими детальными работами. Мы больше такой rough. Окей, но это важно, да. и то, что хочется ехать, вот служить, это только можно понять, пока в этом поучаствуешь. Ты сына свой убрал? Да, я брал своего сына, старшего брал, наверное, раза три он ездил со мной. Да, и он в этот раз хотел поехать, но, к сожалению, не смог у него, жена была в положении, они ожидали ребенка. Это тоже важно, да. А так у него есть очень большое желание всегда ездить. Сейчас вот уже другой у меня сын на очереди стоит. В возрасте подходит, ему 16 лет, он тоже хочет, да. Он говорит, поедет, как записать больше, или тоже работать? Нет, не только работать. Я тоже... Записываем, мы тратим на запись всего 2-3 минутки. тогда мне не получится поехать. Я тоже как-то думал, поехали, но мне будет искушение больше записывать. После того, как дом молитвы построен, да, был такой момент, что вы вернулись и были там на служение в одном у молитвы за течение 10 лет? К сожалению, такой возможности не предоставилось, но всегда мы получаем видео и видим, что место наполняется и брат периодически присылает видеосообщения. Через контакты остаются, да? контакты остаются, мы общаемся на телефонах, через WhatsApp, мы видим, как здание служит и наполняется людьми. Когда вы приезжаете, вы начинаете строить в разных местах, я не говорю конкретно, вот в последнем строительстве, люди, неверующие вокруг видят, ходят, возможно подходят, что-то спрашивают, какая реакция, что в этом видите? Да, совершенно верно. Один раз это было в городе, в Карелии, мы строили молитвенный дом и само здание находилось в середине многоэтажного района, вокруг были девятиэтажки. Вот, и когда мы делали это здание, и мы всегда видели, что напротив здания люди смотрят из окон. Вот просто вот мы работаем, они смотрят час, полтора, два, а в одном месте мужчина всегда выходил утром на балкон и вечером. И когда мы уже закончили строительство, сделали крышу, ставили здание, эти, ставили двери, окна, и мы последний вечер собираемся уходить, и он вышел к нам на улицу, подошел и говорит, я за вами наблюдаю все это время, и я, говорит, хочу пожать вам руку и сказать, что я недавно не видел, что вы так быстро и сплоченно люди работали. Я думал, что таких людей уже больше нет. И тогда мы засвидетельствовали, мы сказали, откуда мы, что мы делаем, для чего это здание будет служить, и он прям пожал нам руки и поблагодарил за такую работу. Он неверующий был, да? он неверующий был, да. Но знаешь, что христиане это не те, которым иногда говорят, что это люди, которые там не работают, все хотят, это так, да? Да, это слава Богу. Я могу представить, я родом с Украины, и я могу представить, если вы приехали к нам, какие-то люди строить до молитвы, там все село шумело бы, и соседние шумело бы, и это все. Когда вы приезжаете, уже кто-то подготовляется, вот, материалы закупить надо, вот, какую работу проходит, и кто ее проделывает перед тем, как вы приедете? Да, как правило, на каждой стройке, есть ответственный брат, или от миссии, или местный какой-то, вот, и мы с ним координируем начало стройки, мы спрашиваем, что нужно будет сделано, какой материал будем использовать, сделан ли фундамент, и проходим по тому, что, в чем он нуждается, что-то мы должны привести какие-то гвозди, там, режущие, там, или пилы какие-то, да, мы, естественно, проходим по этому листу материала, чтобы все было готово, чтобы не терять даром время, потому что время очень ценно, потому что мы приезжаем на определенное время, и хотелось бы послужить и сделать больше, потому что если все под рукой, работать быстрее, когда все организовано. Я также думаю, что нас кто-то смотрит люди с России, или с Украины, Белоруссии, Казахстана, где тоже их есть места, чтобы когда-то дом молитвы построили в селе или где-то еще. Как они находят вот этих контактов, тех людей, которые проводят в это все? Ну, по свидетельствам миссии, от которой мы работаем, с Германией, как правило, они получают заявку, и на протяжении определенного времени они рассматривают, они смотрят, какое население там, в этой области, есть ли верующие, чтобы здание, когда построится, чтобы там был ответственный человек, чтобы он имел место, куда приглашать людей, когда он евангелизирует. Вот, если это они находят, такая заявка получена, они находят это дело, что будет правильно, и уже начинают собираться финансы, и потом уже собирается группа, и происходит строительство. есть вот эта миссия, или несколько миссий есть, или от церкви как-то едут, потому что я знаю, вот, библейской миссии, оттуда едут люди, или они организовывают, сколько, вот, каких матери, есть вот разных направлений, На сегодняшний день я работал с двумя, с двумя миссиями, они обе имеют свои начало с Германии, вот, и это библейская миссия, как ты уже сказал, и сейчас мы ездили с другой миссией, тоже находятся в Германии, они очень много служат, не только строитель, строением, строят, но также они имеют и гуманитарную помощь. А вот, например, наша церковь, кажется, строила несколько раз, это тоже всегда было с какой-то миссией, не самостоятельно, да? Да, всегда мы подключались к какой-то миссии, да, мы какую-то часть здания, финансирования там, помогали, делали с нашей стороны. Если я, например, хочу поехать с какой-то церкви, у меня нету команды, я могу к любой команды присоединиться, правда? Или это за нас в Германии, или у нас в Америке, или где-либо еще, правда? Да, правда, есть очень много команд, которые ездят, всегда можно позвонить, и может быть, даже через тебя, если кто-то захочет подключиться, могут взять контакт, всегда люди нужны, правда? Всегда люди нужны, да. Благодарим, Ваня, что ты рассказал нам немножко, мы много слышали, но вот так подробнее больше рассказал, я думаю, если будут вопросы, кого-то, дадим вам телефона, и ты еще в церковь будешь рассказывать, правда? Патрафии, видео какое-то покажем, Да, у нас будет миссионерское служение в октябре, и мы будем предоставлять отчет о нашей поездке. Так что, друзья, следите на нашем церковном веб-сайте Salvation 2000-2000 где вы сможете больше услышать, и несколько братьев выйдут, которые расскажут, поделятся, и там помолимся об этом служении. Благодарим. Спасибо.